Скажи, что ты меня любишь. Эрих Мария Ремарк. Письма Марлен Титрих. Из Нью-Йорка, 31-й, 1942 год. Баверли Хиллс и Бунгало. Преломляющий освет, отражающий освет, пожирающий освет. Волшебная призма, где он либо тускнеет, либо светлеет и распространяется. Белый луч равика направлен в сторону радуги из северного сияния. А слабым язычком газовых горелок не осветит даже серого любовного быта мелких буржуа. Ты, приносящая дары, послала нам на прощание отблески пестрых бабочек, и воспоминания вспорхнули, как птицы. Я торчу в Дракстере, передо мной стакан молока, утешение огорченных, а в руке бутерброд с ливерной колбасой. Я вспоминаю о Бунгало номер 10, об автомате с мороженым, о роме в рюмках, о начальнике уголовной комиссии Твардовске, о постеленных на полу шкурах, об «I love been in love before. It's true». Телеграмма, полученная в поезде, влетела туда в один из тех дней, когда за окном все исполнило мягкой снежной белизны. А сколько было разных телеграмм и звонков из Порта Ронка за океан, когда любимый голос вдруг переносился из Беверли-Хиллс в дом у озера Лагомаджоре. А телеграммы в Антипы, в Ланкастер, в Пренс-де-Галь и те из Антипы к нынешнему лейтенанту военно-морского флота Фэрнбексу. Когда ты на меня сердилась? И сейчас? О, неуемное царце времени, я все тот же. Ах, наши разлуки. На набережной в Шербуре, когда огромный океанский лайнер выходил в море и несколько горящих спичек подрагивали на ветру, сам я скромный, невеликий, светился только в кабаках. В Париже, где я всякий раз заболевал и лежал с температурой, и в Антибе, где мы объехали вокруг мальчишки. Ах, эти разлуки. Когда не знаешь наперед, встретимся ли мы когда-нибудь в этом распадающемся мире. Но потом мы встречались, вплоть до этой последней разлуки. Сестра Елены, возлюбленная Сафо, соратница Пантеселее, ты, которая была моей радостью и моим сердцем. Мы были сумерками, полными лета и полета ласточек, и ночами, полными тайной доверия, какой быстрой и летящей была сама жизнь. И даже когда мы поднимали друг на друга, как чистые лапы, как все сверкало, как все звенело, как дивно мы разорвали друг друга на куски. Ты была ночным ветром над лагонами. Ты была серой ланчией, на которой мы мчались из Антиба в Париж. Ты была аллеей каштанов, цветущих дважды в году. Ты была серебрящимся за аркой светом. Ты была юной королевой между Клош-де-Ор и Шахерезадой. Ты была дочерью партия Минной Брезики. Ты была Никой Парижа. Ты была молодостью. Воспрянь. Сердце. Карасон. Кинжал. Лесничий загадочный цветок, именуемый башмачками. Снаружи ворчит и содрогается большой город. По радио незнакомый женский голос поет «Be careful, it's my hair». Уже поздно. Я прошел мимо парка, мимо солдат, девушек, матросов, негров, пидорастов. Слышал львиный рык, доносившийся из клеток. Утки крякали с просонья. Автомобили катились ближним светом. Луч прожектора косой ходил по темному небу. Я шел мимо небоскреба в городские джунгли, где запах бензина смешивался со стонами влюбленных. Альфред тому совсем не хотелось домой. Благодарю тебя, небесная Адьо. И тебя, разлука, полная виноградной сладости. Тебя, вино и вас, все листья кроны. Примите наш привет. То, что ты ушла. Как нам было этого не понять? Ведь мы никогда не могли понять вполне, как ты среди нас очутилась. Можно ли запереть ветер? Если кто-то попытается, он ничего, кроме сперта в воздухе, не получит. Не позволяй запирать себя. Вот о чем говорят тебе сидящие за каменным столом. Ты, оселок Божий, на тебе проверяют, какой металл ломкий, а какой высшего качества. Оставайся оселком, призмой, светлым мгновением и тем самым, отчего перехватывает дыхание. Сонный Альфред забрался с босыми ногами в кресло и читает слух знаменитые стихи. На моем костюме налипло с полкило шпината. Как это случилось? Да, как это все случилось, Юсуф. Из Нью-Йорка, 31-10-42. Любимая и нерушимая мечта. Из Нью-Йорка после 31-10-42. Незабвенно умирающий, с любовным вскриком, обрушивающийся в смерть. Спасибо тебе за вчера. Из Нью-Йорка после 31-10-42. Кое-что, чтоб хоть час не думать о войне. Извини за повторную поездку за вазы, но она-то того красивая, что и тебе надо иметь такую. Из Нью-Йорка после 31-42. Адьо, волшебство! И большое спасибо за все, за сердце и за мешочек. Когда же ты будешь в Берлине? Всех благ, Равик. Эрих Мария Ремарк. Из Нью-Йорка после 31-10-42. Бледный, как бессонная ночь. В Париже. Из Парижа, 01-12-45. В Нью-Йорк. Не знаю. Не знаю, как к тебе обращаться. Равик теперь общее достояние. Я пишу тебе, потому что у меня вдруг острый приступ тоски. Но не такой, как она у меня обычно бывает. Может быть, мне не хватает бутербродов с ливерной колбасой. Утешения обиженных. И душевных бутербродов с ливерной. Париж в сером тумане. Я помню время, когда ты писал их мне. Это воспоминание о наших годах. И ты еще негодуешь на меня за то, что я впадаю в мелкобуржуазность. Счастье и ревность в доме велосипедистов и четное усилие мелкого буржуаза владеть недвижимостью. И ты живешь лишь однажды. И ты пребываешь в покое, вышивая крестом. И оставаясь веселком, и ты мужественная соратница пенселей. У меня никого нет. Я больше не знаю покоя с вышиванием крестом. Я воспряла, и я дарлась с одними и другими. Не всегда с помощью самых честных приемов. Я выбила для себя свободу, и теперь сижу с этой свободой наедине. Одна. Брошенная в чужом городе. И тут я нахожу твои письма. Я пишу тебе без всякого повода. Не сердись на меня. Я тоскую Пайфреду, который написал. Я думал, что любовь — это чудо. И что двум людям вместе намного легче, чем одному, как аэроплану. Я тоже так думала. Твоя растерзованная. Пума. Ремарк из Нью-Йорка. Марлин Дитрих в Париж. Я действительно хотел написать тебе, потому что чувствую, что ты в чем-то нуждаешься. В иллюзии, в призыве, в чьей-то выдумке, в нескольких императорских колокольчиках, хоризонтемах и крылышках бабочек в засохшем огороде гиперборейцев, среди которых ты живешь. Я собирался. Я садился за стол. Я пытался начать и вызывал к прошлому. Не получал никакого ответа. Да что такое было? Иногда. Но смутное, неуловимое, словно дуновение от взмаха голубинного кыла. На какие-то мгновения надо мной с нежностью склонялось обличие серебристого небесного полумрака. Но стоило только притянуть руку, чтобы коснуться, чтобы удержать, чтобы расспросить, как оно распадалось, беззвучно и как бы призрачно, не успев разосветиться. Оно превращалось в серую безжизненную ткань, а в ломкий труд, в пыль, быстро растекающаяся по сторонам, а вместо него появлялись тривиальные картинки из диодской голливудской жизни. Слышался жестяной смех. И делалось стыдно. Но ведь этого не может быть. Ведь не может быть, чтобы ты и время с тобой, по крайней мере, время в Париже и на взморе не выпали из моей жизни, как камешки. Должно же что-то остаться. Не может быть, чтобы эти мрачные перемены в Голливуде все заглушили, все смешали, стерли, испоганили. Ты ведь была когда-то большой. Осталось ты такой по сей день. Не могла же ты все превратиться в невесту велосипедиста. Должны же хоть где-то витать воспоминания. Где ника, где паны, где пианы, торжествующие хвалебные песни, звучавшие летом у моря. Куда они подевались? Отчего не слышно их эхо? Почему нет и нет ответа? Ой, ты до такой степени все разбила. Я этого не хотел. Я этого не хотел. Что нам теперь? Стоять как Рейнгард или Элизабет из МНЗ и вопрошать молодость наша, куда ты девалась? Она пришла в упадок, в забвение, в негодность, поблекла и померкла. Она разрушена. Я говорю не о моей жизни. Моя сложилась хорошо. Она отрешилась от лет голливудского позора. Она обогатилась, и мечты осуществились. Я говорю о твоей доле прошлого, сделавшейся до ужаса нереальной. Будто о ней я прочел однажды в какой-то книжке. Ты не жила. Возможно, в этом все дело. Страшно становится при мысли, что ты не жила все эти последние годы. Ты была так отброшена в мертвящей буржуазной, что в конце концов она начала представляться единственной реальностью, а все остальное чем-то, само собой, для себя надуманным. Ты в этом не повинна. Вина на мне. Я в те времена забирался в мечтах чересчур высоко. Ты наверняка жила правильно, жила хорошо, как сама того хотела и как тебе подходила. Иначе ты не осталась бы там, где была. Я хотел превратить тебя в ничто, чем-то была. В этом-то, наверное, вся суть, поэтому и нет ответа. Это никакая не критика. Это поиски причин того, почему из шепота прошлого удается слепить так мало. Ах, как бы я желал, чтобы этого больше не было. Я так в это жаждал. Ведь то, чем мы обладали совместно, было куском нашей безвозвратно уходящей жизни. Ты же бывала в садах Равика, и созвучие там было полным. И сладость была, и полдень, и не слышны гром любви. Мне бы лучше не отсылать это письмо. Мне не хочется тебя огорчать. Я не хочу отбрасывать твою жизнь, нитиоры. Не хочу зажигать факелов прошлого. Не хочу тревог. Теперь я так мало знаю тебя. Сколько лет прошло? Альфред, которого я позвал, стоит рядом. Он хочет что-то сказать тебе. Почему ты ушла? Было так хорошо. Я записал для тебя его слова. Лучше он сказать не может, но он и не думает тебя упрекать. Он давно все понял. Просто он юноша сентиментальный, быстро забывать не умеет. Письма ты написала грустные. Надеюсь, их продиктовали мгновения давно ушедшие. Бог сделал для тебя, Бог сделал тебя такое, чтобы ты привносила восторг в жизнь других людей. Ты должна сохранить эту способность. Не сдавайся. Жизнь у нас всего одна. Она коротка, и кое-кто пытался, причем нередко, отнять у нас ее толику. Есть еще годы, полные синевые, а конца нам никогда не увидеть. У тебя впереди работа, интересная, как я слышал, а мужества у тебя всегда было больше, чем у полка регулярной армии. Я от души желаю тебе, чтобы у тебя все сложилось так, как тебе хочется. А если этого не будет, тебе дано, ты его где-то все же найдешь. Альфер посылает тебе перо. Не от сокола, и от суфа. Оно предложало одному голубю из Централ Парк. Это кое-что для полета, говорит он. Хорошо. Лети. Всегда, когда кому-то казалось, будто с нами покончено, раз и навсегда, мы вдруг появлялись неизвестно откуда. Целые и невредимые, и дерзкие. Если Кальпе на месте, привет ему. Он, наверное, иногда ужасно хохотал вместе с тобой. А за всем прощаюсь. Эрих Мария Ремарк из Нью-Йорка после 46-го года. Май. Ангел, мне кажется, у тебя нет немецкого экземпляра нашей книги, поэтому я посылаю тебе вот этот. А в нем полно опечаток, ошибок, при наборе и так далее. Просто я не смог просмотреть еще раз машинописный текст. Не могу больше на это смотреть. Вот соберусь и приведу все в порядок. Что мне нравится? Обнимаю. Можешь не устраивать, ты устроить так, чтобы мы снова пообедали и посмеялись вместе. Если не выходит вечером, согласен и на ланч. Эрих Мария Ремарк Скажи, что ты меня любишь. Письма Марлин Дитрих Марлин Дитрих Марлин Дитрих